Доброе утро! Страна, земля Всем подъем Так, а где поворот-то? Вот Темень, представляете себе, время Сейчас скажу, без 10,4 А все уже август А темень, блин Во сколько, говорю, встаем Ну давай в 3 Встали в 3, выехали вот без 10,4 Сегодня Чисто разведывательный выезд Начинаем пробивать новые направления Совершенно новые, нам неизведанные Понятное дело, что кому-то они изведанные Но нам нет Сейчас совсем такого трэша Как бы понятно, что там по лесам Тоже берег реки Все как мы любим Но до самой реки мы сегодня скорее всего не дойдем Просто будем прощупывать направление Потому что там естественно трава Мы нашли ельник Да, сейчас нашли ельник Попробуем его посмотреть Копать будем утром Ну вот так же Сколько сейчас будем ехать? Минут 30-40 С пол пятого до восьми Жара не спадает Это же прям какой-то паноптику Мы опять вчера ехали Был 32 Надо забывать, что это Не резиновая На 5-7 градусов Ну да, вы ехали в область Сразу 20 Сколько там? 24-23 Ну правда мы вечером уже ехали Но все равно Суть не в этом Еду сейчас снимаю Приветствую вам Дороги-то темен Свет в Хари Приходится всматриваться У нас здесь лоши бегают Достаточно часто У них в это время Самое оно Да, да, да Так что Не будем отвлекаться от дороги Короче, вперед! Вот такие здесь просторы сумасшедшие Это мы Кстати говоря, сейчас журавлей здесь спугнул Вон они Слышите? Полетели Такие поля Приехали Темень еще Ельник за моей спиной Через дорогу Вон там Ну блин, сейчас в Ельник надо Вон Луна еще Сейчас чуть-чуть переждем Может по полю походим Полчасика пока Чуть-чуть рассветет Потому что в лесу мы сейчас без глаз Там останемся Там елки Вот так Здесь вот таких вот полей Здесь еще интересно Что здесь Все заброшены Все кругом урочище То есть там Деревень-то нет нафига Но поля обрабатываются Что в общем-то очень хорошо Залезли в лес Ну это прям посадка Посадка Чтобы вы понимали Здесь травы мало Как бы Ну целенаправленно ехали сюда Достаточно чистая посадка Я скажу Мусора мало Была пуля Сейчас вот Медная плавыш Что это такое Откуда он тут Темно еще очень Видите Камера-то светлит А фактически прям темень Хоть с фонарем ходи Любка там фигачит Какую-то фольгу Непонятную Так Яму закопаем Ну сейчас вот и будем ходить У нас время до восьми Потом надо ехать поработать Ну а Я еще с утра не говорил Да Там в девять Созвоны Вот А потом Будем продолжать Либо вечером Либо опять завтра с утра Не знаю еще пока Сейчас она найдет там Давайте сходим Ты далеко Я тебя что-то не вижу Ой Вот так вот по елкам тут копать Хотя что говорю Ночью здесь в темноте Точнее здесь тяжело Потому что можно В глаз получить ветку Че хорошо Ну какая-то медная Медная? Медная Обломок чего-то Она из ланек А ну она тонкая Будь здорово Шмурдяк Короче говоря Не да Сейчас нам никто Я не говорю Что Места для нас новые Но очень интересненько Че будет Вообще Это же понятно Самый край Всех этих В обратку пойдем Так Грузим рюкзак И поперли Вперед Короче Рыли-рыли Эти оплавыши Сигналы Глубоченный Мрак Вообще Да я еле-еле Зацепила Оно Все покажу Прямо Со дна Больше штыка Ну да Чуть больше штыка При этом земля сухая Проводимость Ужас Думали Какая-то железячка Мы железо Тоже копаем Ну то есть Такое Со сбивочкой Ну и пожалуйте Вообще неожиданно А я их как люблю Мы давно Их тоже не находили Это До Ну короче Ранний советский Билон Серебро 23 год Видите они какие красивые были РСФСР Там все дела Слушайте Вообще неожиданно Что серебро Выплюнулось Первым сигналом Глубоченный Мрак Нет Оно не первый сигнал Конечно Не Ну я говорю Оплавыш Оплавыш Мусора здесь нет Практически То есть Так Идешь Чуть Собираешь Там какие-то Ну я говорю Оплавыш Вот с глубины Я сейчас покажу Железя куда стало Железки тоже глубокие Смотрю Стараюсь Советская какая-то Шайба Не шайба Чуть такое Или не советская Хрен знает Ну треугольная Этот Сечка-то Фиг знает Что это такое Ну короче говоря Ельник он И в Африке Ельник Что-нибудь Да выпрогнули Не ну совет Точно Потому что Как бы Ходим полосами Ну как есть Вот посадка Так вдоль Ну да Жарко Мрак Мы в масках Лосиные Заразы Да Любовь твоя Моя любовь Да появилась Так что Приходится ходить В них Вот Может еще Что-нибудь найдем Не знаю В чем зацеплен сигнал Веником Веником Он почти ВДИ вообще Не показывал Что-то там Нет там чисто сигналы Да Это глубокий Грунт очень твердый Снаружи еще сверху Копается Проводимость ужаса Да Дальше Золистые почвы Кстати говоря Они сами по себе Херово проводят Да Зачастую там Всякие просто Монеты советские Они На небольшой Там 10-15 сантиметров В глубине Уже хреново Видит он Вот Все как обычно В нашем репертуаре Сижу под кустом По заднице Ковыряю из-под корня Из-под толстого Не поверите Вон там Вот за этим кустом Сейчас первый Белон был Глубокий 25 И вот вам еще один Но этот не очень Глубоко Сантиметр Ну вот под корнем Я прям пальцами Доставал Оттуда Вот Прикольно Второй Кто здесь Дисюнчик Разбросал 25 год Но это уже Вот не со звездочками Со звездочками Были у нас По моему По 23 год Второй Это первый Самый первый Серебряные Монеты Не вот эти А те Ну советские Грубо говоря После революции Которые пошли Забавно Точку Запомнить Ножом ковыряю Может быть Не знаю Тут блин Такой чип Ужать Самое смешное Что все Как мы любим Под каким-то кустом Завальным деревом И вот Потом еще Сейчас то время Кончится Потом приедем сюда Все еще походим Тут Может быть деревце Это убрать Все это почистить И уже внимательнее Посмотреть Правильно? Вот А пока встаем И дальше Осматриваемся Так, друзья Еще сигнальчик Вот интересно Нам посмотреть Нынешний сохран Здесь Медный Медный, да Именно Ну 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 24 3 копейки Трешка, да? Те же года Ну Я не могу сказать Что сохран Прямо Ах Мухи Слые Мерзкие Зеленые Сейчас Я увидел Посмотрю Да нет Да нет Отойдет Отойдет Посмотрю Должен Она будет Рыхлая Может быть Надо смотреть Отмачивать Ну все хорошо Третья монетка Все замечательно Я была уверена Что если И что-нибудь Найдем То советы Но почему-то Мне казалось Что мы будем Находить Более позднее Обычно Да С посадок Идут А тут Вообще Ранние Ранние Остался У нас Часик Солнце Уже Вылезло Вон оно Среди Веток Пробивается Это я Дерево Обходить Решила Повалим Ну Правильно Что Вот здесь Надо еще Пообходить Вот так А я вообще Хабарницу В Москве Забыл Поэтому я буду Просто ходить Остатками Прошлых находок Хороших находок Вылезли мы Из лесу Времени Практически Все Минут Двадцать Осталось Сейчас еще Проедем По дороге Посмотрим Глазками Еще пару Мест Которых Мы заприметили На Картах Интересных Про этот лес Что я могу Сказать Лес Интересненький На предмет Ранних Советов Сейчас Шли 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 Вот где По елкам Где я снимал Все находили Дальше Начался Осинник С березой В перемешку Там уже Конечно Зелень Вот Но Опять же На осень Да и так Чуть Чуть Походить Все равно Можно приехать Места для нас Совершенно Неизвестные Места старые Как бы Здесь комприт Работают По урочищам Понятное дело У меня порой Складывается Впечатление Что если Прилетишь На луну То там тоже Будут ямки То есть Это такое У нас Хоббит Достаточно Распространенное Вот Ребят Не переключайтесь Мы продолжаем Приехали Мы здесь Урочище За нашей спиной А вот здесь Такие Склоны Холмы Ну не холмы Холм Как бы Да Такой Высокий И склоны Заросшие А тут На раннюю весну Походить Здесь Очень Можно Хорошо Что-нибудь Найти Такие У нас Разведанные Операции Ну Красиво Вообще Красиво А это Само Урочище Заросшие Я так думал Когда трава Сойдет Здесь Шурфы Будут Такие Что Вам Дорогая Да Это Я не Тебе Я снимаю Накопано Здесь Накопано Конечно Оно Известно Давно А вот Там Конечно Походить Интересно По Вот Эти Склоны А там Река Внизу Дело В том Что Скажем Так Источники Воды Они Достаточно Далеко Значит Вот Эта Холмина Она Спускается Туда Кображен Ближе К воде Селились Ну и Селились И по Спускам Пошас Может Где Ничего Ни Будет Ну Вот Тена Заметочка На Весну А мы Продолжаем Дальше Исследовать В местности Дальше 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 Субтитры сделал DimaTorzok Раз и новое утро наступило Забираемся мы глубже В новые места Вот такое утро замечательное Солнце выглянуло Внизу езде в низине туманы Стоим прям на перекрестке таком Четыре стороны дорога Уходит внизу река Вон там Но туда мы сейчас не пойдем Пойдем мы вон в тот лес Который на высоком берегу реки Если получится Потому что это как бы Планы У осей прям вот Ну видели Сейчас вставки были Пять по моему штук Мы сейчас не всех засняли Естественно только двух Вот прям кучи Бродят ходят Смотрят на них Много повылезало Вот Сегодня надеюсь Походим там не до восьми А чуть побольше У нас там рюбка вылезает Смотрит проходы Вот она идет Вот Извиняюсь Сейчас дойдем до леса Посмотрим Покажу Ну что В лес мы попали Прошли пешком Вот через траву У меня Усоченная Усоченная Да и кругом Лешки лосиной Кабани Черт его знает Чи Вот такой вот лес А там внизу Гора к реке Крепляй не гора к реке Не важно Вот Ну все это эксперименты Естественно и травы Мордан он застегивает Сейчас много Мордан он застегивает Лосиные мухи Вот Лоси И лосиные мухи Все это эксперименты Сами понимаете Найдем Что-то сегодня Найдем Вчера была Хорошая затравочка Вот в начале ролика Ну это другой Естественно Это был ельник Мы просто пробиваем Эти места Смотрим где Что можно поискать Ну что Коб зовет Как говорится Пойдемте Поднимаемся наверх Здесь прям Хороший уклон Вот я Руку вот так поставил Относительно горизонта Вверх На гору Туда уходит Сейчас И он вниз И вот первый сигнал Ну в смысле Нормальный Потому что Нашли гильзу Пулю Ну как обычно Что нового И Эта сторона Продолжает нас Радовать Советами ранними Да Опеечка Двадцать четвертого года Крупненькая Кто не знает На имперских Болванках Чеканились Почему они крупные И бедные И в общем-то Сахар Такой лучше Валент себе Двадцать четвертый год Какая интересная горка Ну поползли дальше На эту горку Поползли Меня интересует Хвост этой горки Спуск Там проходила Еще одна Старая дорога И тоже шла туда На тот поселок Поселок там был крупный Пойдем Так где-то мы здесь Сейчас вон там Копейку копали И тут я сейчас пищал Вообще прям И визжал Сейчас Любам А ну Короче Это Огонь Это бомба Есть Это вот То что мы Искали Никита Бесогон И целый Архангел Михаил Конечно Спилили Да С другой стороны Запилены Я прикреплю По-моему Отчистим Сейчас мы Рассказ Почему спиливали На вот этих крестах Обратную сторону Для информации Но это огонь Ребят Ураган Такого большого У нас не было Нет у нас Сам маленький Попадач Прям малюсенький А этот Крупненький Мы находили Как-то такой большой Но он К сожалению Был Да он Блин Еще в таком Сохране Ой ты моя Лапа Ты мой Хороший Хорошее место Во всяком случае Пока Замечательно Пока Может быть Больше ничего не будет А может и будет Не знаю Посмотрим Но сейчас вообще Я прям От счастья Везел Ай дедушка Спасибо Крестик Никита Побивающий беса Примерно 15 век Относится к тверскому типу С оборотной стороны Был изображен Архангел Михаил Который являлся Древним покровителем Твери После присоединения Твери К ненавистной Тверичами В Москве Носить крест С изображением Архангела Стало практически Знаком тех Кто надеялся Избавиться От власти Москвы Москва Стала требовать Благонадежности Изображения Архангела С креста Стали убирать Насильственно Я думаю Когда стало ясно Что московские Князья Пришли надолго Тверичи Стали переселяться В различные Княжества Еще независимые От Москвы Поэтому Такие крестики И попадаются В различных Регионах Россий Там внизу Бесогончик Сейчас достали Переплетение Ипох Причем Буквально В полутора метрах От Копейки 24-го года И следующий Советик Сейчас Вот год Тут я и разглядеть Не могу Убитая Что? Ну Не то что Убитая Давай на камеру Здесь темновато На Попробуй Сейчас Один раз Уронил Это я уронил 35-й Эпеечка 35-го года На Забирай У меня вообще Хабарницы нету Я забыл Ее в Москве Красненькую Свою Любимую Поэтому Доход Поэтому Да Забрались мы На самую Макушку Этой горы Дальше Дальше Да Пошли Спуски Что бы Думали Домовые ямы Раз Два Три Там видно Отхоз Пристроен Да Здесь побольше Все усыпано Железом Здесь рамочник Видимо здесь Советское время Дома стояли Потому что Деревня была Внизу Ну как бы Ну да Не там Вон там Семьсо Бывшее Ух ты блин Сахар Никелем Отдает Обычных Красными Находишь Ну а здесь Даже Просвечивается Первый год Здорово Забираем Сороки кричат Или сойки А нет Это что-то Меня глючит А кто-то другой Кричит Ладно Сейчас по самим Думовым ямам Лазить не будем Здесь завал И много травы Ну шурфов Ну шурфов Не видно Странно Обычно Сюда не забирались Все там Нет Ну там Одну ямку Мы видели Внизу Все равно Доезжал кто-то Я говорю В самых Непролазных местах Обычно Все равно Кто-то бывал То есть Уж совсем Там какой-то лес Там дикий То есть Ну совсем Там ничего Ни дорог На картах Ничего Тогда еще Может быть Там Что-то Пустое Найти Ну где Никого Не было А тут Стой Точно Там урочище Внизу Вот Пойдем Посмотрим Дальше Вроде Как яйца Дрозда Говорят Голубые Как яйца Дрозда Ну они же Не только У Дрозда Голубые Сейчас покажу Можно Не орнитол Не знаю Но прикольные Наверное Из гнезда Вылетело Откуда А и там Сейчас кучу Костей Прошел Кого-то Тут сожрали Скорее всего Лосины Крупные Кости Ну вряд ли Корову Рассказываю Миновали Сейчас гору Самот Вершину 193 метра У меня Показал И смотрите Какой спуск Офигенный Ого Если я сейчас Горизонт Возьму Нет Это не горизонт Вот Примерно Горизонт Сейчас мы Этот склончик Посмотрим Как на четырех опорах А внизу река Как я и говорил Вот так река А вот там овраг А там овраг Да Левее Изучаем Эту местность Пустились с горы Чистенький лес Относительно Единичные Черные сигнальчики Ну я не мог вам Речку не показать Речка пересохла Пересохла напрочь Здесь такой резкий Крутой спуск Я думаю Что она была Гораздо полноводнее Когда-то Намного Тот берег Тоже высокий Достаточно Тоже потом Как-нибудь туда Проберемся Ну понятно Через переправу Да И как-то Ну это ладно Это не сегодня Вон там Вода просвечивается Сейчас приближу Вон она Видно Фокусируется На листьях Не на том Чем надо Вон она Туда вот так Вот образенность Ну да Сейчас краешком Вот так посмотрим А потом По верху По горбине Поднимемся Поднимемся Ну мы сюда Еще как бы Вернемся и не раз Потому что Все вот эти зеленя По идее Со всех сторон Конечно надо Прозванивать А находки Здесь старые Судя по бесогону Находки здесь Очень старые Да ну подъем Крутой Прям ух Вам вот на камеру Не видно А на самом деле Сейчас нам туда Лезть весело Будет с приборами Как всегда Превозмогая Давно мы кстати По горам не шастали Фух Сели передохнуть Спустились Вот я вам показывал К реке Куда С горы Тихонько Достаточно Нашли помойку Какую-то советскую Мельница там была Это половина Мельничного колеса Только оно вот такое Ну может быть Не знаю Но оно гладко круглое Может быть и была Хрен знает Прям у него вот Кругленько Кругленько Короче говоришь Свернемся к домам Здесь походим Где бесогона Нашли Еще где-то часик У нас есть Может полтора Ну и в целом То как бы Разведка то удалась Здесь надо долбить Здесь много мест Которых мы увидели Глазами Где надо посмотреть По картам то Ты не поймешь То есть Предполагаешь Ну одну точку Которую хотели Посмотрели Там тихонько Предполагаем Вот А глаза уже потом Видят Идем к домовым ямам Да Склоны здесь Крутые Вообще Вот там Наверху Домовая яма Находочка следующая Сейчас покажу Какая-то подвесочка Интересная Старенькая Вот целая Только отчего Непонятно Здесь что-то Зацеплялось Сейчас Такая интересная Находочка Лезем понемножечку К машине Сегодняшний утренний Выход тоже Уже заканчивается Еще завтрашний Я так думаю Будет Такой ролик Будет наборный Разведывательный Наборный ролик Знаете Что нашел Здоровый За метров 35 В диаметре Здесь дом Где-то стоял Вон там Суть по всему По количеству Мусора И на домовую яму Похож Даже не яма Такой Наоборот Выпуклую яму Вот Хорош Котелочек Здесь вообще Суть по картам Где-то Где урочи Здесь было Основное Здесь где-то Барский дом Был Хреново знает Где он тут был Везде крапивы Все заросло Сюда бы Весной ранней Приехать Что мы и сделаем Обязательно Посмотреть Вот А пока Идем к машине Утро Третьего дня Как кое-кто Говорит И три леса Я их сейчас Видео Такое Сегодня Идея В чем За моей спиной Накад Современный Лесной Ну лесная дорога Такая Езжи По карте Старая дорога Лап параллельно Этой метров сто Туда влез Соответственно Она соединяла Места Где мы Раньше В этом видео Ходили То есть Вчера утром И еще одно Урочище Вон там Сегодня Тоже Времени Немного Раннее Утро Поэтому Попробуем Найти Эту Старую Дорогу Итак Дорогу Мы вроде Как Нашли О Лосиная Мушка Она Вот Местами Появляется Пропадает Но она Старая Давно Не используется Вот Видите Где сейчас Прибор Стоит Вот Иногда Попадаются Черные Сигналы Ну и Первый Цветной Неизвестно Что Скорее Всего Какая Ни Шмурть Но Это Не Точно Из Под Корня Как Всегда Блин Я бы Говорить Не могу Еще Этот Падал Лопату Взять Большую Давай Сейчас Будем В прямом Эфи Куда Пошли Вон На дереве Торчат Да пусть Торчат Опа Сейчас Вот здесь Да Вижу Сейчас Ну Как Вы решите Попробую Подкопаться Опа Сниматься Проверяй Сейчас Перемест Сверху Да О В одну Дай-ка я ее Руками Что там Что там Провод Какая Себел Промочный Ну что-то Лежит Ну что лежит Перстенек Лежит Ух ты Велкий Парк Ну ладно Зуб А ты А ты Водич Побрала Вот он Лайн Из-под Корни Вот они Дорожные Находки Торстенек Я его попробую Лопаты Очень аккуратнее Всегда Потому что Особенно Подкорняем Потому что Можно запросто Перерубить Поэтому мы Обкапываем Корни И из-под них Ковыряем Пальцами Руками Ножами В общем Как истинные Археологи Щеточек У нас нет Метелочкой Что за перстенек Неведомый И какой Здесь будет Сохран Зола С глиной Зависит От того Какой Материал Зола Очень сильно Облепляет Поэтому Что-то там Есть такое С рисунком Да Старинный Перстенечек Да Сейчас я Не ну Суть Пасплав Старинный Щиток Почищу Аккуратненько Птички Какие Я не пойму Ребят Кто у нас Охотники Я уже давно Этим делом Не занимался И вообще У нас В районе 20 августа Какая охота Открывается Потому что Сегодня утром Прям повстречалось Много-много Товарищей с ружьями Разных Разнообразных А я что-то Понять не могу Что за охота Сейчас покажу Что нарисовано Видно, да? Ну попробуем Плохо видно? Видно Видно, что что-то есть Что есть не видно О, пожалуйста Бабаха Началось Что стреляет Какие-то узоры Ребят Непонятно Сохрана Конечно Не очень Но его зачистить надо Ну-ка Ладно Уже не зря У нас Да Он сохранщик Ну еще Три леса Три не зря Сейчас здесь И будем шастать Ну Состояние Да Да, но это Достаточно Ну это старая Пятнашка 15-16 Грозенские времена Вот она Дорога-то идет Вот она Вот-вот-вот-вот Ну я показывал Ну она, видимо То лужи обходит То еще Она же это 15 метров Туда 15 метров Туда Шабулка Поэтому ее То находишь То теряешь Так А лосиночки-то есть 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 Солнышко мое Так что Мордочку Ты не открываешь Не поверите Дальше Перестали снимать Потому что Стало тяжело Начался Такой бурелом В перемешку С зеленью Что мы Где-то Наверное Еще Минут 20 Походили Вот с момента Как перстак Нашли И все И вылезли Из этого леса На этом Переезжать Особо Как бы Времени Да нет Нам сейчас В Москву Уезжать Еще надо Мед Мед По банкам Разлить Накачали Все Вот Такой Тройлесик Получилось Как Три утра Три разных лес Первый лес Ельник С советами Ранее Серебром Второй лес Замечательный лес Который Тоже Будем Пробивать Дальше Изучать По карте Спускаться Туда С горы Запери Иправ Посмотреть Была Там Мельница Или Нет Потому Что Люба Там Вроде Как Милечное Колесо Мукомоль Жирнова Вот И третий лес Вот Такой Заросший Я думаю Что Тогда Вернуться Потом Стоит Потому Что Мы Кусочек Дороги Нашли И Нашли На нем Перстаг Старинный А вам Раз Растворилась В Гуревоме Она Просто Завалилась Вся И Вот Ты Больше Через Бревна Перелазишь Чем Ничего Ты И Тук Рискуешь Сломать Я В итоге Порвал Сетку На морде Вот Это Своё Которую Я Защищаюсь От Этих Лосиных Мух Охоточки Вы Видели Фоточки Вы Видели Я Вставлял Скорее Всего Я Еще Не Видел Эти Фоточки А Вы Скорее Всего Уже Видели И Вообще Там Лосиный Рай Лосиный Рай Да Лосиный В этот раз Просто Тьма Мы Не Всех Снимали Вчера Пять Штук Мы Встретили Вчера Была Лоси С лосю Тоже Не Успели Достать Камеру Раскочили А Сегодня С утра Нет Ну Да Охотники Бахнут Боровай Все С ружей Стреляют И Боровай Открылась Вот Что То Вот Так Получилось Троелеси Наше На этом Прощаемся Ставьте Пальцы Подписывайтесь Делитесь Всем Здоровья И Пока